Это, наверное, вам знакомая такая штука. Это у нас наша знаменитая 264 для проведения тяговых энергоценки. К ней куча датчиков может подключаться. Датчики оборотов ведущих колес, температурные датчики, тензодатчики, четыре канала. Сейчас у нас разработан новый датчик угла поворота бесконтактный. Включили и в компьютер вставляется такая маленькая штучка в USB-канал, ноутбук воткнули и по радиоканалу собираете с четырех датчиков, он вращается и передает значение, скажем так, угла. И это преобразуется потом, считает, сколько у вас оборотов сделано. Значит, вот у нас в свое время, значит, это создавалось на корейских модулях, там внутри, там в нижней коробке стоят модули дискретные каналы, температурные и аналоговые для тензометрирования. Значит, мы, ну и для связи с компьютером по USB. Это уже разработка наша, здесь можно как USB, так и беспроводной канал сразу использовать. 433 МГц, передается сигнал на компьютер. Вместо дискретного канала у нас идет, вот, много дискретного канала. Значит, у нас получился даже лучше, потому что у нас более тут мощный микроконтрольчик стоит, чем в корейских. Мы до 1000 Гц получаем, можем определять сигнал, там 100 Гц идет. У нас идет... И счетчики более емкие. Да, более емкие счетчики. Плюс мы к нему сделали еще, можно ставить туда модуль GPS GLONASS. Вот, ну и соответственно, чем, опять же скажем так, много бывает импортных, чисто полностью импортных систем, но в чем их минус? Они дают систему, то есть железо, и к нему программное обеспечение, то есть среда для разработки вашего программного обеспечения, которое стоит, ну, вообще сумасшедшие деньги. Ну, вы наверняка сталкивались, что любое импортное программное обеспечение стоит вообще неимоверно денег. С этой системой мы поставляем с программой, то есть в стоимость системы входит программа по сделанной... То есть как идет, как в комплекте, да? То есть железо плюс ПО. Плюс ПО, которое полностью выполнено по стандартам нашим. То есть то, что вы там делаете, это тяговая энергооценка, полностью вы перекрываете, получаете все уже, то есть это самое. При этом у нас отлажено, что если вы заказываете вместе с ноутбуком, мы покупаем ноутбук, устанавливаем все. Если у вас ноутбук, допустим, свой, или как у вас, если, к примеру, в ВУЗе вы в лаборатории ставите на обычный компьютер, нам даже не нужно приезжать по удаленному через интернет, мы устанавливаем программу, настраиваем, то есть не обязательно приезжая. Значит, при проведении испытаний надо, если вы, допустим, где-то на удалении или во время показательных каких-то проездов, вам нужны те основные данные, там, расход топлива, буксование, там, или что какого-то, это самое, нужно, чтобы было видно не только кто сидит в кабине с ноутбуком, да, скорость движения. Визуализация всего этого процесса, да. Вот это вот, оно, или 1-ый светочный, какой-то показатель основной, это вместе с 264-ой может идти. Подключается к ноутбуку, или к этому самому, вот через, управляясь по 485-ому интерфейсу. На самом деле, задача не совсем такая простая, казалось бы, ну что такое LED-панели, они везде всем известны, но они работают так, есть готовые программы, в них записывают сценарии, загружают туда, они крутят их по циклу. А чтобы в реальном режиме времени быстро обновлять, большой скорости, у нас собственный контроллер, собственная программа,